В украинской столице 19.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. Кожа и кости. Так охарактеризовала внешний вид украинского политзаключенного Владимира Балуха, его мать Наталья. Ей разрешили свидание с сыном в изоляторе временного содержания поселка Раздольное. Она рассказала, что Владимир очень похудел и отказывается говорить о своем здоровье, чтобы ее не расстраивать. По словам матери, он практически не ест, только иногда кисель из овсянки и сухари. Владимир Балуха голодает уже 145-й день в знак протеста из-за приговора оккупационного суда Крыма. Его незаконно осудили на 3 года и 5 месяцев в колонии поселения якобы за хранение боеприпасов и взрывчатки. Адвокаты и правозащитники считают, крымчанина преследуют за его проукраинскую позицию. Он вывесил синий-желтый флаг на своем доме в оккупированном Крыму. В то же время у другого украинского политзаключенного Олега Сенцова развилась анемия. У него немеют руки и ноги, понижен гемоглобин. В основном Олег лежит, редко ходит. Об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью изданию «Медуза». По его словам, сегодня был многочасовой консилиум врачей из местной больницы. О его результатах пока что ничего не известно. Также Динзе отметил, что Сенцов выглядит намного хуже, чем на фото, которое накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Опасения о состоянии здоровья украинца высказал Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. Макрон отметил, что важно, чтобы Россия срочно нашла способ гуманно решить данную ситуацию. Олег Сенцов голодает уже в 89-й день. Российские силовики задержали его в оккупированном Крыму в мае 2014 года. На основании сфабрикованных доказательств обвинили в подготовке терактов. В августе 2015-го российский суд незаконно приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима. Наказание отбывает в городе Лабытнанге Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Прекратить ее обещает только после освобождения России всех украинских политических узников. Исчезнувший на Донбассе военнослужащий Дмитрий Украинский был убит. Его тело попало к боевикам, сообщает Пресс-служба операции Объединенных сил. Погибший военнослужащий был командиром группы прикрытия. 8 августа в составе разведывательной группы ООН выполнял задание в серой зоне. Его группа попала в засаду и украинский принял бой. За мужество и героизм боец представлен в государственной награде посмертно. Орден «Стальной крест непобедимых» получили 35 защитников Украины. Его учредили участники боевых действий на Донбассе совместно с журналистами. Награду впервые презентовали в Киеве. Подробности в следующем материале. Вадим Лыставицкий на войне с 2014 года. Прошел фактически все горячие точки в Луганской области. Говорит, награды от общества для бойцов особенно важны. Бойцы после боевых действий очень тяжело выходят из такого, скажем, синдрома. И здесь важна даже не награда, а отношение людей, общества. Так мы видим, что они понимают, у нас действительно идет война, которая еще не закончилась. Вадим и 34 его побратима получили общественную награду «Стальной крест непобедимых» за защиту Родины на Донбассе. Ее учредили журналисты и участники боевых действий. Говорят, крест «Стальной», как и люди его удостоенные. Когда мы приветствуем друг друга, слава Украине, мы отвечаем героям слава. Герои – все те, кто искренне идет до конца, выполняя свой долг. Это не только бойцы, а и волонтеры, медики. И та беда, которая пришла на нашу землю, она сделала нас сильнее. На ордене железо, герб и меч, поднятый кверху. Они символизируют, что украинские бойцы способны отбить любую атаку. Награду презентовали впервые. В будущем планируют сделать ее ежегодной. Любовь за дорожное, Максим Градобик, ЮЭТВ. Четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, провинции Нью-Брансквей. Двое убитых – полицейские. Правоохранители задержали одного подозреваемого. Он ранен. По предварительным данным, в городе произошло вооруженное нападение. Спецоперация началась в 7 утра по местному времени. Жители улицы Брунсланд рассказывают, слышали серию выстрелов и полицейские сирены. Терминатор, Оптимус Прайм и Десептикон. Роботов из кинолент и мультфильмов величиной в человеческий рост создают двое конструкторов из Запорожья. Машины сконструированы из старых автозапчастей и металла. Большинство моделей автоматизированы. В мастерской побывали мои коллеги. Болгарка, листы, железо и автомобильные детали. В мастерской Дмитрия Мицека кипит работа. Автомобильные шестерни и коленвалы два запорожских мастера превращают в железных великанов. Это вал от газели, ну то есть с коробки. Скорее всего это будет плечевой сустав с плеча, где будет потом еще одна шестеренка заходить. Теперь самая сложная задача найти еще такой же тут. В мастерской Сергей и Дмитрий воплощают свою детскую мечту. Собирают любимых киногероев, трансформеров. Перед тем, как раскраивать металл для Оптимуса Прайма, Бамблби и Десептикона, их модели собирают из бумаги. Я не сильно остался живой, это из бумаги. Детали ищут на авторазборках. Вес одной модели больше полсотни килограммов. Это крылышко его. Кстати, у него будут вентиляторы в крыльях. Вентиляторы это наши таврические. Это 12-ти вольтовый вентилятор. Будет стоять на нашем трансформере. Вот таким вот образом. Это вентилятор из Таври идет на охлаждение машины. То есть, грубо говоря, это коренной Запорожец наш. Да, всеми запчастями от самого лучшего автомобиля Украины. Цвет краски для железной птицы выбирали жители Запорожья. Мы выложили в соцсетях вопрос, потому что не знали, как его покрасить. И были разные предложения. Девушки в основном видели его как феникс, с красными крыльями, черным. Одна девушка предложила, чтобы гламурненько-розовенько было. И один парень предложил очень крутую идею, которую мы решили воплотить. То есть, сейчас он поедет на покраску порошковую в черный цвет. А потом возьмем болгарку, лепестковый круг и полностью его почухаем. То есть, получится практически как в оригинале, настоящий десептикон. Первенец коллекции конструкторов – небольшой робот Валли. А это одна из последних разработок. Жора, просто Жора. Жора – самый лучший робот, самый лучший робот – это я. А я – это Жора. Это действительно первый робот с интеллектом. У него стоят датчики движения, камера стоит в голове, сенсор разговаривает исключительно только с детками. То есть, подъезжает к ребенку, определяет, мальчик или девочка это, и знакомится, начинает заводить беседу. В планах конструкторов снабдить интеллектом еще несколько моделей и устроить бои машин. А позже всю коллекцию роботов хотят выставить в музее. Арина Потоцкая, Константин Устюжин, Запорожье, Юэй Ти Ви. На этом пока что все. Больше актуальных новостей на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.UA. Через два часа итоговый выпуск. Не пропустите и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова